Приветствую всех зрителей и предлагаю для обзора информацию по ремонту блока питания от майнера 17 серии Т17 и ЛС17. Блок выдает мощность, как заявляет производитель, около 3 кВт. Вот пришла очередная партия с проблемой, а именно, нет напряжения на выходе, то есть вентиляторы крутятся, значит первичка рабочая. Такой блок питания имеет два канала входного напряжения 220 Вольт. Почему понадобилось производителю делать именно два, не совсем понятно, но это ладно. Вот вы видите структурную схему, которая идет в китайском сервис-мануале. После проверки по контрольным точкам, а их около 20 штук, производитель Bitmain их особенно выделил и промаркировал. Все данные есть в сервис-мануале. Выяснилось, что напряжения на MOSFET не поступает. Мосфеты здесь установлены фирмы Toshiba N-канального типа. Первая, вторая и третья нога Source, четвертая Gate управляющая и 5,6,7,8 Drain. После проверки, все MOSFET оказались рабочие. Далее, при помощи осциллографа, проверяем микросхему драйвера управления MOSFET-ами MP18024. В этом блоке питания контроллером драйвера управления является 14-выводная аналоговая флешка PIK16F1704. Причиной неисправности этого блока питания явилось то, что с этой флешки слетела прошивка. И чтобы это все исправить, нужно купить новую флешку, прошить на программаторе. Проблема в том, что вы не сможете напрямую слить дамп, потому что флешка защищенная. И дамп можно приобрести у производителя или считать с незащищенной флешки. По всем вопросам по ремонту блоков питания можно связаться по e-mail. Продолжение следует...